С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 25 января. Татьянин день отмечается в честь великомученицы, верной христианки Татьяны, которая жила в третьем веке и казненной язычниками. В 1755 году в день святой Татьяны императрица Елизавета учредила проект учрежденного ей уже в Москве университета. С тех пор Татьянин день стал студенческим праздником. В России сегодня отмечается день штурмана военно-морского флота Российской Федерации, а в Шотландии день Роберта Бёрнса, который родился в 1759 году. Принято праздновать в форме ужина, проводимого по определенному сценарию. Сначала небольшое сценическое действие со стихами, песнями и народными танцами, а потом уже все остальное. В Шотландии Бёрнс почитается как символ нации, и поэтому день рождения поэта один из самых любимых праздников в стране – холмов. Он отмечается широко и шумно, хотя стихи поэта зачастую очень внутренние. Прощай, красавица моя, я пью твое здоровье, надоедать не стану я тебе своей любовью. Прощай, прости, перенести сумею я разлуку, а ты смекни да разочти, кому отдашь ты руку. В этот день появились на свет 1530 год. Иван IV, который, как известно, грозный, великий князь всея Руси. Первый русский царь. Он стремился к укреплению своей власти, печально прославился массовыми опалами и казнью, причем не одной. Усилением закрепощения крестьян. При нем были покорены Казанское и Астраханское ханство. 1832 год. Иван Иванович Шишкин, русский живописец-пейзажист, приходит в этот мир. Утро в сосновом лесу или в сосновом бару и другие. Верстовой стоп в развитии русского пейзажа. Так его называл Крамской. 1874 год. Уильям Сомерсет Моэм приходит в этот мир. Английский прозаик, драматург, новеллист. Знаток человеческой души и характера. Он умел выразить их с редкой стилистической точностью. Особенностью его художественного взгляда на мир было восприятие происходящего в трагикомическом ключе. А это ведь так важно в наше непростое время. 1882 год. День рождения Вирджинии Вулф. Английская писательница, ведущая фигура модернистской литературы первой половины 20 века. В межвоенный период она была значительным человеком в лондонском литературном обществе. В 1928 году родился Эдуард Шварнадзе. В прошлом член политбюро, министр иностранных дел СССР, экс-президент Грузии. 1938 год. В этот мир приходит Владимир Семенович Высоцкий. Актер, поэт, композитор. Можно говорить много, но имя и фамилия говорят сами за себя просто. Владимир Высоцкий. 1946 год. День рождения Вячеслава Добрынина, композитора и певца. В 1975 году родился Сергей Минаев, российский бизнесмен, писатель, публицист, теле- и радиоведущий. В 1978 году Владимир Зеленский, украинский актер, телеведущий и шестой президент Украины. В 1982 году родился Максим Шабалин, российский фигурист, чемпион мира. 1983 российский телеведущий Дмитрий Шепелев. О событиях этого дня. 1912 год. Экспедиция норвежского полярного исследователя Руальда Амуцена благополучно возвращается на свою базу с Южного полюса Земли, который они первыми достигли в декабре предыдущего года. В 1949 опубликовано коммунике о создании СЭФ, Совета экономической взаимопомощи. Решение об этом принимается на проходившем в Москве экономическом совещании стран СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Чехословакии. Это ответная мера на предложенный США план Маршала. В том же году в СЭФ вступает Албания, на следующий год ГДР, а в 1962 году Монголия. 1960 год. В СССР закрывают ГУЛАГ, Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения. А теперь о событии, которое произошло впервые. 1915 год. Александр Белл впервые демонстрирует возможности изобретенного им телефона. Он просто сумел связать Нью-Йорк и Сан-Франциско. Фантастика! Рекорд дня. 2000 год. Мастера приготовления национального североафриканского блюда кускус покоряют книгу рекордов Гиннеса. Грандиозное по своему размаху шоу разворачивалось в одном из местных городков, где повара соорудили полевую кухню. Кускус готовят в огромном котле. Ингредиенты подвозили на грузовиках и загружали с помощью пятиметрового крана. Главный секрет поваров – экзотические приправы, которыми обильно было заправлено блюдо. И последнее. 1730 год. На Российский престол восходит императрица Анна Иоанновна, племянница императора, четвертая дочь царя Ивана V, брата и соправителя Петра I. При страшного была взору, отвратное лицо имела. Так была велика, когда между кавалеров идет всех головой выше. И чрезвычайно. Вспоминали о ней современники. 10 лет длился веселый дворцовый маскарад, а страна буквально задыхалась от Бероновщины. Но вот что любопытно. Уехав из России сразу после свадьбы, кстати, в результате пьянства, на который скончался ее супруг, она была обречена на печальную жизнь в затворничестве. Так что если у вас проблемы и совсем ничего не получается, поверьте в то, что и на вашей улице возможен праздник. Впрочем, чаще это зависит уже от вас. С вами был Николай Певненко в проекте «Дата». Продолжение следует...